Для одних конец мая знаменуется началом отпусков и летних каникул, а для старшеклассников это стресс и экзамены. До начала ЕГЭ по-русскому всего час, перед тем, как зайти в аудиторию. Выпускники проверяют друг друга, спрашивают что-то у своих учителей, в последний раз подсматривают в телефон. О девайсах им следующие несколько часов придется позабыть. Действительно очень страшно, что что-то не получится, что задания будут сложными, что не тот вариант попадется. Упор буду делать на восьмое задание, наверное, все-таки больше, потому что оно действительно сложно и за него дают большее количество баллов. И на сочинение упор, потому что за него тоже дают большее количество баллов, естественно. Конечно, за каждого ученика волнуюсь даже по отдельности, можно сказать. Но, тем не менее, дети в течение года же готовились и достаточно уверенно пошли на экзамен. Надеемся, что все будет хорошо. Найти грамматические и лексические ошибки, расставить правильное ударение и знаки припинания, умение работать с текстом и выражать свои мысли. Всего 27 заданий на знание правил и грамотность. Последний год выпускники занимаются с репетиторами, либо готовятся через онлайн-курсы. Баллов? Ну, 75 нормально будет, я думаю. Я так особо не готовилась. Максимум, что я делала, это сочинение и лексика. Хочу сдать ЕГЭ, чтобы оправдать ожидания родителей. На доске лишь бланк регистрации, в кабинете и в коридоре общественные наблюдатели. Если раньше материалы ввезли из типографии, то теперь их распечатывают прямо в аудитории. Повсюду видеокамеры. У ТАИ здесь ничего не получится. Так, на вчерашнем экзамене на 406 пункте дисквалифицировали 5 человек. Причина простая – шпаргалки и телефон. За нами наблюдает, наблюдает ситуационный центр. Мы можем через портал смотри ЕГЭ, через учетную запись руководителя пункта, тоже наблюдать за участниками в аудитории. Слышимость прекрасная в аудитории. Слышно даже, как переворачивают лист кима. Если приблизить, видно даже, что ребенок пишет в бланке ответов. Помимо базовой математики, это единственный экзамен, без которого в ВУЗ не поступить. Самое массовое ЕГЭ по русскому языку сдают 30 и 31 мая около 690 тысяч старшеклассников. Чтобы избежать столпотворения, его поделили на два этапа. Сегодня на базе шестой школы зарегистрировано свыше 200 участников. Всего в регионе сдают больше 1500 человек. В городе Назранье три пункта. Это 406 здесь, 415 и 411. На базе этих школ, где у нас развернуты пункты сдачи ЕГЭ, рассредоточены как раз учащиеся в школах города Назранье и города Магаз. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны до 22 июня. Сейчас экзаменационные бланки отсканируют, обработают и отправят в региональные центры качества образования. На суд независимых экспертов. Хава Гайзикова, Мухаммед Белакиев. Новости 24.